Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео завершим обзор трилогии Люци Синяя и поговорим о романе Вечная жизнь смерти, третьем романе трилогии. Он назван так, потому что только смерть живет вечно, все остальное в этом мире и сам мир смертный. Роман издан в Китае в 2010 году в середине десятых годов, переведен на английский и с английского уже на русский. Энтузиастами, фанатами. Главные герои третьей части Чэнь Синь, Юнь Тянь Мин, Томоко, Ай А А, Томас Уэйд, экипажи синего космоса, гравитации в облаке Оорта и Гуань Юнь Фэн. Сюжет романа построен так, что показывает недальновидность и глупость людей, которые не могут объединиться и отбросить сиюминутные. А по меркам космоса даже планы на 50-100 лет сиюминутны. Хотелки и амбиции, чтобы хотя бы попытаться сохранить человеческую цивилизацию от атаки темного леса. В главной героине Чэнь Синь автор, видимо, нашел квинтэссенцию то, что он понимает умной и образованной девушкой, женщиной. Однако, ей не хватает опыта. И здесь, скорее всего, сказывается это с тем, потому что этому опыту неоткуда взяться. Она же практически больше 100-150 лет провела в гибернации, просыпаясь лишь ненадолго. Ей не хватает не только опыта, но и насмотренности, смекалки, чтобы понять послание Юнь Тяньмина, заключенного в его сказках, которые он под угрозой смерти пересказывает Чэнь Синь, когда та висит в точке Лагранжа. Ее страх того, что Сафоны все еще в солнечной системе не дает ей докопаться до сути подсказки с мыльной водой. Представьте, как бы все повернулось, если бы она хотя бы на минуту задержалась у этой ванны с мылом, взяла этот кораблик, перенесла его в другую часть ванны, где начиналось его путешествие. Она бы увидела, что кораблик плывет медленнее. А поскольку рядом была Ай-А-А, они бы вместе догадались, о чем хотел сказать Юнь Тяньмин. И если бы она это сделала, если бы не испугалась, если бы не было разных «бы», о которой мы расшибаем лыбы, второй ее ошибкой, может быть не второй, но второй по значимости в сюжетном повествовании, наверняка ошибок было намного больше. Это приказ Томасу Уэйду разоружиться и отдать ООН все боеприпасы с антиматерией. Но она, она-то все это поняла, но было слишком поздно, чтобы что-то сделать. Ну да ладно, про сюжет и беспутную Оною Чэнь Синь. Поговорим о том, что же Люци Синь хочет нам сказать. Его теория, что землянам нужно быть очень осторожными, если его теория верна. И быть осторожными в отправке кораблей в дальний космос. Как мы отправили Вояджеры 1 и 2, которые уже вышли за пределы Солнечной системы и несут ключевую информацию об ее обитателях. Осторожными в поисках внеземных цивилизаций, в отправке сообщений им. Если космос это действительно темный лес, то пора задуматься как защититься от него. Если принять теорию о темном лесе, то вся прошлая фантастика обнуляется. Нет никаких стартреков, крейсеров Галактика, Орвилов, путешествий ее на Тихого, Академии, посольских городов и прочего-прочего. То, что вы сами можете вспомнить из остальной фантастики. Твердой фантастики. В предыдущих, озвученных и не озвученных сериалах, книгах нам показывают, что земляне успешно вышли в дальний космос и бороздят простолы Вселенной. При этом упускается момент, а как это произошло, в какой момент это произошло, почему это стало возможным. В очень малых повествованиях это описывается. И опять же описывается с точки зрения того, что космос к нам благосклонен. Люцисин показывает, что это не так. И что такого не может быть. Потому что при любых поползновениях землян, вся солнечная система будет уничтожена. Либо фотоэтом, либо тряпочкой на два измерения. Если снова вернуться к сюжету трилогии и задаться вопросом, а кто виноват, то всплывает имя Еванзе. Но она тоже жертва. Жертва репрессий во времена культурной революции. Жертва предательства Баймулина. Об этом мы говорили в отзыве про первую книгу трилогии. Задача трех тел. И Еванзе, она бы никогда не додумалась бы отправить сообщение на Трисолярис, если бы в ее жизни все было хорошо. Но нет. Все течение ее жизни вело ее к этому. И насколько же было темно ее сердце, что она отправила это сообщение именно с целью, что другая цивилизация уничтожить землю и землян. Так как они не заслуживают с ее точки зрения жалости после того, что они сделали с ней и с ее отцом. Совсем краткий по сравнению с предыдущими двумя отзывами. Потому что предыдущие два отзыва, они будоражили техническое воображение. Не отзыва, а предыдущие две книги. Это задача трех тел, это темный лес. Техническое воображение будоражили. То здесь поднимаются больше в книги, вечная жизнь, смерти, поднимаются больше гуманитарные вопросы. Я оставляю за вами возможность открыть для себя. Возможно, что я чего-то не увидел и где-то неправильно посмотрел или понял, что хочет сказать Люци Синь. Но вы можете поправить меня в комментариях или записать свой отзыв на книгу и выложить его на ютубе. Почему бы нет? На этом я закончу публикацию обзоров на трилогию «Память о прошлом земли» Люци Синя. Возможно, спустя какое-то время, возможно, даже не один год, а много лет пройдет. Прежде чем я еще что-то прочитаю, этого автора. Но когда я прочитаю, если в те годы у меня еще будет ютуб-канал и я буду выкладывать какие-то отзывы, то какой-то отзыв на эти новые прочитанные книги я, конечно, выложу, если мне будет что сказать. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам читать хорошую фантастику. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!